Всем доброго времени суток, друзья! Гайд на Энигму, как некоторые просили. Энигма это такой персонаж, который позволяет вытаскивать даже самые сложные игры, ребят. Не верите? Давайте посмотрим. Ну давайте сначала же, конечно же, по стилистике гайда посмотрим ее скиллы. Погнали! В общем, на Энигме все по скиллам довольно-таки просто, ребят. Первый спелл у нас это такие мини-станы. Ну если честно, очень отвратительный спелл. Я бы внес его в топ-5 самых отвратительных спелов в дотке. И вот, давайте же пройдемся по нему. Смотрите, давайте по левельно разберем, потому что тут в принципе есть моменты, на которые стоит обращать внимание. В общем, кдшится 15 секунд, идет 6 секунд. Что же у нас будет происходить в течение 6 секунд? В общем, это такие мини-станы. Смотрите, каждые 2 секунды в течение 6 секунд вылетает мини-стан, наносящий дэмэдж. Смотрите, отвратительный спелл, потому что когда ты его получаешь, ты 100% знаешь, что тебя будет, ну, просто затормаживать, не знаю, очень жестко. Это чисто станы, ребят. Смотрите, на первом левеле 0.25, на втором 0.5, на третьем 0.75 и на четвертом левеле 1 секунда стана каждые 2 секунды. То есть, смотрите, как это примерно будет выглядеть. Давайте возьмем в четверочку и кинем на вот этого крипа. Смотрите, первый станд пошел. Второй станд пошел. Третий станд пошел. Как это будет выглядеть, если персонаж будет двигаться? Смотрите, первый станд пошел, идет. Второй станд пошел. И третий станд пошел. Очень серьезный спелл И спелл комбинирующий На самом деле в комбинации С некоторыми другими спеллами О которых мы сейчас будем разговаривать Давайте перейдем ко второму спеллу Касаемо второго спела Ребят, на самом деле все просто Энигма создает таких идолонов Чисто и называется спелл конверсия Типа демоник конверсия Типа что она делает Этот спелл можно применять на союзных крипов Или же на энеми крипов С помощью этого спела можно лишать Допустим какого-то персонажа Икспы в принципе Эти вот эти у нас идолоны Они очень сильно дамажат И немаловажно После нанесения 6 тычек Их становится вдвое больше То есть у нас было сколько их Трое А станет у нас их смотрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, стало 6 И демы же соответственно больше Для того чтобы они вот так вот размножились Достаточно чтобы они Сделали 6 тычек К сожалению эти 6 тычек Не работают на товара То есть Это если честно Очень большой минус Живут они 35 секунд Также в принципе Сколько и кдш Дальше умирают Они довольно таки ватные Но На стадии лайнинга Они очень сильно нам помогают Так ребят И касаемо того Если мы допустим Идем Энигмы в лес Что у нас могут быть Какие проблемы с этим Мы не можем Использовать конверсию На больших крипов Можем только Ну то есть знаете Как левельная Да я уже объяснял Где-то в каком-то гайде Что у каждого крипа Есть левел Видите Четвертый левел Второй левел Шестой левел Допустим На шестого крипа Мы не можем применить Какую-либо способность Потому что Он Могущественный Он могущественнее Чем Даже получается Чем наш спелл Потому что мы не можем Его просто убить Единственное Чем мы его можем убить Это Мидас Но не суть В общем смотрите Делаем конверсию Дается у нас Шесть тычек По крипов Желательно Вот так отводить У них восстанавливается Здоровье И они Плодятся Но он тут Шоквейвом задул К сожалению Два идола у нас погибло А у нас осталось четыре Очень полезный спелл На самом деле Ребят Реально уже повторюсь Еще раз На стадии лайнинга Очень хорошо Этим спеллом Выигрывать Плюс Они могут бить Под нашим ультимейтом И это главная тема Потому что как правило Энигми в соло Чтобы затащить Нужно чтобы кто-то Помогал дамажить Давайте перейдем К третьему спеллу Касаемо третьего спела Ребят У нас в принципе Тоже все просто Вот такая вот Ауешечка появляется У нас Посмотрите Большая Что же у нас Это делает спелл Этот спелл указывается В область Стоит он 11 секунд В этой области И От максимального Значения Хитпоинтов Сжигать будет 5-25% От максимального Значения То есть за 11 секунд Примерно нам должно Нанестись Около 60% От максимального Здоровья Понимаете То есть это почти Сразу Сразу Очень сильно Ну Вот у вас просто Минус 60% Пока вы просто Стоите В этом спеле Очень жестко Это контрит силачей Пуджей всяких И тому подобное Очень сильный спелл На самом деле Недооцененный Ребят Некоторые вообще Просто не качают Не понимаю За что Зачем Ломает У нас Также Деревья Все ломают Можно проходить Посмотрите Как пилит Кентуху Но у кентавра Всего 1100 Хитпоинтов Но все равно Смотрите Он просто умирает Под этой Под этой розой Буду это называть Роза А не Миднайт пульс Потому что Я так привык И к сожалению Меня уже не переучить Я болен Ну Вот так вот бывает Ребят Очень полезный спелл При покупке Аганима На Энигме Этот спелл У нас будет Навешаться Также еще И в нашем Ультимейте А какой у нас Ультимейт Давайте посмотрим Сейчас Самый жесткий Ультимейт В доте Это Ультимейт Энигма Что же он у нас Будет делать Ребят И лично я считаю Что это один Из самых жестких Ультимейтов Потому что Потому что В Блэкхоле Мы не можем Ничего Абсолютно ничего Будь мы в БКБ Там То есть Ну как ты Или запрыгнули Что-то Или то есть Вообще Плевать Плевать В каком ты Спеле Ты будешь Задизейблен На 4 секунды К сожалению Дэмэджа Он почти не наносит Блэкхолл Что он у нас Будет делать Смотрите Вот такая вот Ауешка Появляется И Что она у нас Будет делать Энигма Кастует перед собой Такую Черную дыру Как переводится Да Как видите Нанеслось Довольно таки Значительное Количество Дэмэджа По Энеми Персонажам Соответственно Наш персонаж Становится Очень Жестким В Реализации Драк 5 на 5 То есть Представьте Если Энигма С БКБ С даггером Влетает Какой-то замес Четверых Цепляет Неважно Пятерых Троих Она Если успевает Сделать Комбинацию В Розу Роза И ульт Посмотрите Сколько будет Дэмэдж Посмотрите Просто За 4 секунды Просто Эти два Крипа Умерли То есть Тут Неистовое Количество Дэмэджа Это еще Безагонима Вот Ну серьезно Агоним Повторюсь Добавляет Еще Вот этот Спелл Докидывает Также Начинает Бить через БКБ Держите в курсе Фух Ну в общем В принципе Все по этому Персонажу И Что еще Хотелось Добавить В Реализации Данного Персонажа В принципе Нет никаких Сложностей Ребят Не нужно Бояться Этого Персонажа Если Он у вас В команде А если Он ВС То Ждите Неожиданностей Что ж Поговорили В принципе О скиллах Давайте Перейдем Уже К практике И посмотрим Может ли Персонаж Затащить 1х5 А Поехали Итак Ребят Поехала У нас Игра Берем Руну Не смотрите На Бомжатский Затарм Будем Выходить В базилку И возьмем Один вардик Сразу На центр Так как Мы идем На центр Взял Сразу Курьера Себе Потому что Как правило В законах Джунглей Курьера Нам Не дождаться Курьера Забрали И К сожалению Так бывает Так бывает В профите Будет Скушать Нам сразу Одного Здесь На миде Идола Чтобы Меньше Меньше Так Ну Сларк У нас тут Через Орбу Феном Напрягает Чисто Такой Думает Что Знает Одоте Все Хотя На самом Деле Писюнчик Еще не Подрос Так вот Постхитим Вставим Вард Хорошо И Наверное Будем Выходить В Батлу Ребят Батл Очень Профитно Будет Но тут На самом Деле Можно На сларке Очень Сларка Сильно Очень Ошибиться И Скорее Все Даже Умереть Главное Ему Сейчас Не дать Левела Должны Убить Но Должен Бара Убивать Хорошо Беремся Сразу Пауэрап Пауэрап Ну Расходники Просто Народе И Присылаем На мид Сларк Конечно Без Экспы Сейчас Стоит Ему Будет Сложновато Конечно Но Сейчас Он Апнет Второй Левел Уже Хорошо У нас Уже Будет Третий Все Апает Второй Левел Конверсию Сейчас Завязаем На Крипов Которые Идут И Сразу Маны ХП Все Поднимем Себе Опа Опа Какой Боец Рити На Сларке Что Делает Задрот Что Делает Задрот Странно Что Он Не Умер Ничего Странного В принципе Просто Нейми Дурачок Надо Бла Проблочить Проблочить Надо Было Там Сларк Сейчас Уврет Опять Тогда Я В принципе Возьмусь В пуш Раз Сларк Не Стоит На Центре Пишет Обосс Ребят К сожалению Не Получилось Записать С первого Раза Игру Тотальные Мудаки Попались Команде Просто Срач Бесконечно Пришлось Выйти Покинуть Игру Если Кто То Из Подписчиков Был В той Игрей Я Дико Извиняюсь Потому Что У меня Еще Сильно Подлагивало Я И Тиммейты Писали Что Там Очень Плохие Вещи На самом деле Писали Я Не буду Показывать Даже Ребята Выгру В принципе Как бы Я В принципе Ничего Не потерял И И Это Хорошо Мне кажется Я его Достаточно Хорошо Прессанул Братрум Я Надо Просто Давать Разбег И Все Качаем Идолонов Троечку Мне кажется Надо Барри Уже Бежать Если Он Хочет Как Я Тебе Буду Прессовать Тупо Он Он Отходит Он Что Ж Вроде Не Дурачок Вот Просто Я Только Нажимаю Ред Кликом На Него И Все Я Кину Первый И Уйду Все Я Кину Первый Уйду Потому Что Я Тут Сдох Братрум Как Будто Не Понимает Не Зна У Него Инстинкт Вот Этот Не Зна Такого Первобытной Общинности Да Ну Тут Закидывает Меня Снайпы Даже Возможно Я Сейчас Отъеду Думаю Еще Будут Шрапнели Нет Ну Пока Живу Ребят Покажу Там Тоже Есть Сапожок Не Пошел Снайпер Он Пойдет По Этой Линии Буду Сейчас Бегать Вокруг Крепчиков Дам Розу Здесь Мне Боттл Отлично И боттл Вовремя Пришел Прекрасно Так сказать Вудота Там Мастер Все дела Папа Ты Мастер Отлично Мне понравился Этот момент Я чуть не Кончился Ребят Надеюсь Вам тоже Понравится Потому что Это рили Было Забавно Ребят По Страте Я На Энигме Выхожу В Мидас Мидас И дальше В Дайгер Так как На Центре Если Все Удачно То Мидас И Дайгер И Это Залог Успеха На самом деле Отлично Тут Хорошая Руна О Там Можно Еще Немного Прогуляться Ребят Немного Прогуляться Там Кто ВД Еще Доктора Побьем Вот тут У нас Нет К сожалению У меня Идолов Уже Есть Опа Хорошо Хорошо Ганганули Даже Успешненько Давайте Курьера Моего Подобиваем Тут Крипчиков Немного Но Если Подобиваем Один Крип И Это Все Уходим На Свою Линию Давайте Не пойдем Пешком Завязаем ТП Пушить Тут Ребятам Не будем Заберем Еще Вот Этого Деда Клоем Хилку Баратру Мечу Хорошо Хорошо Есть У нас Косарик Сверху Ребят Очень Неплохой Затар Медлей Не жаль Что я Сейчас Ману Свою Прогуливаю Но Ничего Страшного Раскачивать Сейчас Будем Идолонов Четверочка Уже Будет У нас Идолы Четверка Давайте Включим Базил Хотя Я думал Пушить Не буду Но Баратру Не хочет Видимо Уходить Так Ну Идол Попробуем Попросить Добить Но Не добиваем Так Ну Плохо Потому что Баратру Тоже Щемит По страшному На миде У нас Тавара Уже Нет Ребят В профите На Энигме Честно Вам Скажу Делать Так Чтобы Тавара Где вы Стоите Они Ломались Потому что У нас Очень Большой Пуш Потенциал Так Как Персонаж У нас Имеет Отличный Скилл То есть Вот этих Идолонов Отличные Идолоны Вот этот Скилл Отличный Просто У нас Есть Сейчас Руна Инвиза Поэтому Можем Наглую Занаглеть Здесь И Попробовать Даже Сломать Его Можно Конвертировать Вот эту Кату Отлично Думаю Скоро Подойдут Крипы Нет Крипы Не скоро Подойдут Ребят Поэтому Лучше Наверное Отойти Не Переагриваться Тавер Ну и Черт С ним Казалось Бы Казалось Что там Такого Что Тавер Побил Ничего Страшного Вот там Откомбейчил Кто-то Сларк Откомбейчил Ребят Там Нифига Себе Так Риснулись У нас Эталоны Эвку Вкачиваем Заходим В Руис И Уходим Просто Ребята Не поняли Вообще Что Произошло Эх Не добиваю Я Так Пойдет Ладно Вот так Вот У меня Нету маны Чтобы Чтобы Попробовать Тут Давайте Сделаем Так Выключим Базилку Отопьемся Немного Сделаем Конверсию Конверсию Вот этого Крипа Так Вот Будет Профитно Розу Под конец Скину Но Не хотелось Сейчас Насливать Розы Я думал Баратрума Прокнет Баш Все же Надеялся На Это Но Я думаю Все равно Мы не забрали Баратрум У нас Дальше Пошел Что Ли Да Пошел Ифидис Ларк Ничего Страшного Надеюсь У него Все Получится Ребят Можно Побить Тавер Лучше Бить Не будем Лучше Направим На Сларка Идалонов И надо Уйти На Вот Вот Просто Игнорируя Все Сапог Есть Тп 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 Но Я у мамы Такой Один На самом Дальше Вот И Поэтому Ребятки Кстати Если честно Я Сларка Убью One by one Если будет Драться Я его Убью Если Чуть Даст Идалонами Побить И даст Пожить У меня 700 Хп Всего Лишь Всего Лишь 700 Хп Ребят Кстати Очень Уязвимый Персонаж У нас Отключаем Снова Базилку Отфармим Крипов Тут Хорошо Хорошо Так Ребятки Заходим Заходим На Т2 Не хочу Чтобы Идолов Убивали У нас На топе У нас Несколько Игроков Стоит Я бы На самом деле Отошел бы Отсюда Отошел Сларк Идет Да Ой-ой-ой У меня На Блэкхол Не хватает Ребят Ой-ой-ой А тут Еще И ВД Но Это Очень Плохо Жаль Что На Блэкхол У меня Не хватает Жаль Что Не хватает Ребят Но Нужно Нам Подфармить Пойнт Бустер Сломался У нас На центре На центре Сломался Еще Одно Еще Один Тавр На самом деле Плохо Что я сейчас Умер Если честно Рассчитывал На Блэкхолл У Блэкхолл У Блэкхолл Там Такой Монопол Жесткий В общем С таким Затаром Ребят В идеале Стоять Вот мы Запушили Да Хорошо Отойти В лес Отойти В лес Чуть Поднять Себе Статы Взять Стик Хотя Отводить И КД И Соответственно И Длительность 35 секунд Тоже Так Ну Кошмарят Сларки Кошмарят Ребят На миде Очень много Крипов Это Если честно Очень Хорошо Конвертируем Нашу Кату Сладенькую Вот Этого Крипов Добить Тоже Не добиваем К сожалению Или К счастью Не знаю Все Что Не делается Все К счастью Ребят Тоже Даже То Что Я На Миде Умер Сейчас Как Дурачок Это Тоже К счастью Хорошо Хорошо Есть У нас Десятый Левел Ни Одного Блохола Мы Еще Не Дали 1100 Голд На Счету Вебмайни Будет Руна А Тут Отлично Не в приоритете Нам продамаживать Кого-либо Но в приоритете Ребят Сларк Смотрите Как делает Умно Очень Обходит Но Несмотря На То Что У меня Высокий Левел Но Я Его Не Вытяну А Вот Со Скай Можно Попробовать Но Давайте Так Сделаем Отлично Дается Сайленс А Не Дается Сайленс А Он Без Сала А Роза Умирает Роза Умирает Да Ребят Бьет Венвиз Жестко Сала Качай Брат Почему Сала Не качаешь Так Вот так Вот делаем Конвертируем И Блэкхол Ребят Скоро У нас Будет Блэкхол Вернее Блэкхол У нас Есть Нам Нужно Будет Даггер Скоро Будет Даггер На Прекрасную Реализацию Блэкхола Поднимаемся В левеле 12 Минута 11 Левел Мидас Напомогает Этой теме 3 на 1 Играем Пока Что Вардиков Нету Но Закон Джунглей Позволяет Нам Понять Что Вардов Не Будет В Игре Отводим Этого Крипа Ой 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 Вот Этих Я Персонажи Очень Сильно Недолюбливаю Ой Ну Конвертируется Конвертируется У нас Возрождается У нас Идалон Не Люблю Вот Этот Момент Когда Идалон Возрождается Ребят Потому Время Пока Будет Рисаться Он Может Умереть Это Очень Плохо Так Ну Заруинил 2 Спауна На самом деле Ребят Это Заруинил Есть У нас Даггер Можно Даже А Нет Бинды Жи не Работают Забыл Админа Айкапа Передаю Вам Привет Потому Что Все До сих Пор Никак Не Пофиксите Работу Биндов Курьере И Это Очень Плохо Как Будто Администрации Просто Плевать Найкап Сколько Пиши Уже Терроризирую Админов Айкап Уских Уже Довольно Таки Долгое Время Куда Даггер Летит Даггер Летит Куда Непонятно Так Ребят Я бы На топ Пошел На самом Деле Надо Поразминать Ребят Дать Хорошенький Блэк Холл Хотя Один Раз В жизни Но Дать Что У нас Клок Клок Живет Делаем ТП Блинк Ф Найс Хорошо Хотя бы Ассист Мы заработали Ассист Мы заработали Пришли В принципе Можно сказать Вовремя Я не знаю Как это назвать По-моему Не вовремя Ни хрена Так Делаем Вот так Конвертируем Добиваем Есть Даггер Можно Ничего Не бояться Ску Врач У нас тут Уже Ску Врач Как это Гайда В гайдах Азазином Было Скай Врач Отлично Добиваем Ой-ой-ой-ой Это уже плохо Это уже плохо Ребята Это плохо Это пахнет Солененьким Уже А солененькое Я не люблю Закидывают Мне урну Но Ребят Тут Блэкхол Юзать Я не вижу смысла Абсолютно Пока что По крайней мере Ну вот так Вот так вот Можно завязать Вот так вот Можно Одобряю Вот такой Блэкхол Я одобряю Ребят Ну тут их пятеро Надо уходить Просто уходить Волосы назад Волосы назад Просто Ой да там же еще Баратрумчик Бежит Девятый левел У нас вдшечка стоит Но буду бить с руки И надо будет И выйдить каски Нет Подходить нельзя Каски будут залетать Даем тычку И уходим Пойдет Пойдет Жалко что не я добил Правда Но Чем рады Тем богаты Чему рады Тому богаты Не знаю Как говорится Ребят знаете еще Какой предмет В принципе Этому персонажу Будет заходить Это у нас Гривсы Соответственно Мана Хитпойнты Можно будет Все восстанавливать Можно будет Жестко пушить Будет персонаж Довольно таки У нас Становится Становится Очень полезным Я даже наверное Сейчас его и начну Собирать В принципе Блэк Блэкинг Барна Этого персонажа Мастхэв Рили В самых началах Игры Рили мастхэв Так ребят Знаете что сделано Надо вот так вот Сделать и вывести крипов Чтобы кинуть Мидас Руну я заберу Мне нужна руна Вышли Да вышли Вот они Жаль Големов нельзя Тоже конвертировать А вот этих можно Так 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 Ребятки Можно я Кому нибудь из вас В конверсию Запихну Так Надо самому Подтанчить Потому что тут Проблематично будет Сейвить наших Всех идолов Вот так вот Все хорошо Танчить больше Нет смысла 2к у нас На кармане Давайте начнем Делать тогда Грифсы Ребят Срубим тут Деревья Чтобы было Фармить конкретно Приятнее Так у нас Там ВДшка С клоком Опасно Опасно Без маны Мне тут делать В принципе Вообще Ничего Поэтому Давайте Сейчас Сделаем Аркану Аркану Ману Дам Напишем И будем Выходить Грифсы Есть Есть мана Будем выходить Грифсы Пол Мекки У меня Уже Есть Заспауним Тут Идолов Здесь Пусть Пофармят Ребятки Пока Мы будем Смещаться На Мидлейн Я думаю У них Все получится Они справятся Они сейчас Размножатся Отлично И Направим Вот сюда Хорошо Все Ребята Работают Команда Моя Дерется Там Пока У меня Флэгхол В КД Ребят Желательно На этом Персонаже Отыгрывать От КД Блэкхол Так Направим Тупо Райткликом На ВД Может быть Что-то Даже И Получится Не знаю Но Ванговать Конечно Не будем Только Подфидели Да Но Ничего Страшного Зато Сейчас Зафармим Крипов На Миде Сделаем Мекку И Будем Очень Полезными Для нашей Команды Уже В принципе И Надо Ворваться Дать Хорошенько Что он будет Топать Вот так Вот делаем И Все И Все Фармим Ребят Фармим Просто Фармим Фармим И Фармим Еще раз Фармим Надо Спаунить Спаунить Все Отойдем Ребят На базу Идолоны Тут справятся Уже Сами Все Молодцы Идолы У нас Еще Они Будут Жить 11 Секунд Успеем Даже Возможно Еще Один Кэм Забрать Продадим Базилку Купим Мекку Так Покупаем Мекку Ребят Выкладываем Половину Слотов Р.Е Вот так Вот так Вот Меков Есть Уже И До Грисов Считанные Копеечки Ребят Остается Есть У нас ТП Делаем ТП Сейчас У нас Так Ест Там Решил Подфармить Мой Корм Так Сделаем Ест Приятненько Конвертируем И будем Закидывать Медас Еще Хорошо Почти Есть Грифсы Ребят Выфармим Грифсы Потом Идем Ваганим Вакторин Очень Дорогие Слоты На Энигме И На самом Деле Помогает Нам Фармить Этих Слотов Знаете Что Помогает Очень Сильно Медас И Драки Но Драк Как видите Тут Особо Нету Но Я Суваться Не Хочу На самом Деле Нет Идалонов Тоже Сливать Я Не Буду Отойди Лучше В лес Дофармить Дофармить Грифсы С грифсами Уже Можно Будет Чилить Чилить И делать БКБ Единственный Персонаж Который Может Сбить В этом Минус Этой Игры Потому Что Нету Варбер Дальше Будем Показывать Хороший Блэк Холл Даггер У нас Есть Сейчас Сделаем Грифсы Ребят Освободим Один Слот Жалко Потеряли Мы Идалона Все Поехали Сюда На Руну Ой На Руну На Крипов На Вот Этих Вязаем Аркану Есть Почти У нас Почти У нас Есть Грифсы Почти Отлично Делаем Блинкаут Посмотрим Сколько Там Грифсы Я не помню Тысяча Сколько 1650 Есть Грифсы Ребят Давайте Даже На Базу ТП Чтобы Побыстрее Ползо Получить Все Отлично Есть Главный Артефакт Саппорта Но Мы Мидер Но Все равно Собираем На Команду Так Дота Это Командная Играет И в принципе Мы готовы Сейчас Душить На самом Деле Потому Что У нас И Хороший Монопул Хороший Хитпоинт И в принципе У нас Хитпоинтов На 250 Больше Потому Что У нас У нас Имеется У нас Имеется Так Сказать Мека Мека Встроенная Есть Надо Много Очков Подхилить Подмазать Сказать После Вазелинов И Надо Пойти Подраться Надо Пойти Подраться Next Мы будем Фармливать Некоторые Ребята Говорят Что Они Найнигми Тащить 1x9 Невозможно Я вам Скажу Что Это Все Миф Как У Снайпера Там Лотар Секунду Надо Значить За Центрик Центрик Даст 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 Ребят И Давайте Наверное Завардим Так Никто Не Вардит Ребят К сожалению Закон Джунгли Действует На Этих ПТС 245k Предлагаю На самом деле Сходить В лес Надеюсь В лесу У нас Тут Никто Не Примет А Сларк Все равно Тут Поставим На голову Такой Вардец И пойдем На нижний Лайн Что-то Как-то Ребят В принципе 3-1-6 Играем 21 фраг У нас Всю команду Ну Можно Сказать Я Хожу АПК Но Надеюсь Сейчас Будем Реабилитироваться Нужны Хорошие Блэкхоллы Нужны Хорошие Блэкхоллы Для нашей Команды Так Ребят Переагриваемся Сюда Забываем О Скае Идем Сюда На меня Смотрим На меня Называем Слово Так Вот там Бара Солянова Просто Мутит Ладно Пусть Мутит Мы Начнем Выходить БКБ Начнем Выходить БКБ Ребят Конвертировать Также Можно Своих Своих Идалонов В принципе То есть Если они У нас Кончаются И чтобы Поддержать Их Нужно Просто Успеть Соблюсти Тайминг Ребят Переагрили Тавер Не Переагривается Больше Не хочет А так Переагривается Мгновенно Все И пушим Дальше Пушим Дальше Ребят На путь Сейчас Загорится Путь Должен Переагривать Но не Переагривать Пушим 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 Тут Не хрен Тянуть На самом Деле 51 Демедж У нашего Италон Нюх Нифига Это Водота Что Водота Забирает Тавер Забирает Тавер Парниша Молодец Отчаянный Такой Ход Но на самом Деле Профитно Он забрал Все же У нас Из-под носа Тавер Но Я думаю Я думаю Мы все же Посильнее Будем Отойти Надо Отойти Так На меня Узается Так Не буду Отдавать Италонов Или нет Они умрут От шрапнели Скорее всего Ребят Не любят Италоны К сожалению Это демедж Такой Такой демедж Они не любят К сожалению Слаг На меню Лох Иков Пас Пошлем Туда Сразу Идолов Потому Что Нам Надо Будет Меда Скидать На Experience Лбк Кбшки Но У них Шансов Вообще Влейте Не будет Шансов Влейте У них Вообще В принципе Не будет То Если То Как Локвер Как То Как Чудом Сцепит Меня Собьет Мне Даггер Ой Даггер Блэкхол Сорян Ребят Заговариваюсь Потому Что Пишу Гайд Поздней Ночью Варианта Другого Нету Так Что Попробуем Наверное Убивать У нас Вот Этого Парнишина Но Надо Создать Идолов Вот Она Комбинация Пытается Отхиливаться Но У нас Тут И Дабл Дэмэш И Вся Куча Вся Хрени Ребят И Шансов Тут Нет Просто Выживать Странно Почему То Дабл Дэмэш Скинулась Скорее Сего Нашей 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 Нахшей Грифсой Тоже Табак По-моему По-моему Это Бак Так Не Должно Это Работ Грифсы Должны Скидывать Негатив А Не Позитив Найс Ну Просто Даже Без Юз Блэкхол Вы Прекрасно Видели Под Первым С Пылом У нас Ничего Не Может Сделать Зомби Он Просто Умирает Силачи Все Просто Дохнут Просто Жестко Как Дохнут Буду 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 Тут Принимать Файт Так Вот Этого Пацана Можно Энигма Энигма Может Тащить Соло Энигма Не Может Тащить Соло Вы Просто Сейчас Наверное Ребята Аргазмируете Аргазмируете Виде Вот Этот Момент То Есть Примерно Вы Поняли Да Что Из Себя Представляет Энигма Вот По Этому Моменту Ребят По Этому Моменту Я Блочил Эдолонами Хукшот Клокверка Клокверк Не Нажал Батарею Подходит В упор Чтобы Зажать Меня Но К сожалению Ничего У него Не Выходит И Погибает Вся Команда А Теперь У меня Есть Блокинбар В принципе Не будет Варианта Вообще У них Никаких Меня Убить Видели Какой Там Дэмэдж Я Кинул Розу И Кинул Ультимейт Там Персонажи Поскольку Хитпоинтов Но Зомбик 1200 Хитпоинтов Умер Это Первый Зомби Умер Соло Второй Момент Касаемо Того Что Там Сейчас Снайпер И Клок И Сларк Забыч Сейчас Посмотрю Сколько Клокверка Хитпоинтов И Удивитесь Наверное Что Он Умер Потому Что Там Типа Он Вообще Не Должен В принципе Умирать Потому Потому Что Почему Потому Что Он Не Должен Умирать Клокверк Хитпоинтов Много Снайпер Тысяча Хитпоинтов В принципе Нормально Снайпер Умер Это Хорошо Тысяча Хитпоинтов Так Сказать Хитпоинты Не Проблема Говорится Типа Как Говорится На самом Деле Про Деньги Не Проблема Про Хитпоинт Проблема Отлично Дальше Будем Выходить В Акторин Ребят Без Акторина Не Вижу Этого Персонажа Потому Что Во-первых Снижает Калдауны Снижает У нас Калдауны Айтемы Скорости Скорость У нас Кдшик Айтемов Улучшается Так Ну Оставим У нас Тут Фармить Наших Друзей Пойдем Посмотрим Что там За файты Закинем Туда Розу Нету У меня Умирает Сларк Уф Ну Роза Роза Пилит И Зомбик Тоже умрет Если пойдет Под розу По идее Нет Не умирает Роза Кончается К сожалению Роза Кончается К сожалению Дальше Я бы Не пошел На самом деле Ничего Страшного Блэкхол Просто В кд Не вижу Смысла Идти Вообще Туда Сларк Умер Сларк Умер Это Главное Так Нельзя Отдавать Эбелов Ой Бкб Придется Жать Так Вот Делаем Сразу Агрим Агрим На Вич Доктора Нет Все Надо Отойти Надо Отойти Но К сожалению Сейчас Сможет Даже Будем Умирать Снайпер Снайпер Нет Снайпер Хорошо Там Все Держит Пайсен Пара Бежит Нужно Сейчас Ребят Разворачиваться Бежать И давать Даст Давай Даст Нет У тебя Даст Братан Да Убирает Просто От мощных Лап Энигмы Бары Даст Нету Как видите Даст Мне сейчас Очень сильно Пригодились Ребят Не пренебрегайте Ни в коем Случае Покупкой Даст Так У нас Есть Тем временем Соул Бустер Ребята Соул Бустера Это уже Почти Октарин Почти Октарин Стоит у нас тут Парнишка Мы подошли Из-за угла Мы подошли Из-за угла Кайтова Путш Регенда Регена Дайте забирать Ребят Любой Вариации Почти Почти У нас Имеется Октарин Но мы Будем Его Конечно Ребята Фармливать И с Октарин Будем Делать Вещи Блэк Кинг Бар Нам Абсолютно Мастхэвный Предмет На Энигме И Скорее Будем Еще Выходить В аганим Если Игра Под Затянется И Тут Нужно Будет Выходить Соло 1х9 То К сожалению Нужно Будет Покупать Еще Жестко Огоним Так Че тут У нас Кто На Миде Будет Хорошо Ладно Пошлем На Суицид Наших Ребят Погнали Сюда Пытаемся Добить Добиваем Хорошо Так Ребят Доделать Нам Акторин По Большому Счету Акторин По Большому Счету Доделать Ребят Потому Что Без Акторина Ультимейт Кдшится Будет Очень Долго Кто Кто Не Знает Что Делать Акторин Ребят Не Забывайте На Моем Канале Вы Можете Увидеть Видосики По Предметам По Аганимам Что Делают Аганимы На Том Или Ином Персонаже Ребят Ребят Следите Следите Моем Каналом Кому Интересно Кто Не Подписан Обязательно Подписывайтесь И Будете Знать Какой Предмет Что Делает И Что В Профите Собирать На Какой Карте Ребят Я Играю Принципиар Только 85 Кар На 85 Кар Вы Можете Много Научиться Смотря Мои Видосики Ребят По Сам Деле Просто По Факту Говорю В В Общем Дело За Вами Ребят Дело За Вами Я Надеюсь На То Что Те Ребята Которые Не Подписаны На Меня Будут Подписываться Потому Что Это Главная Мотивация На То Чтобы Развивать Мой Канал Соответственно Этот Контент Который Я Для Вас Делаю Гайдики Все Вот Эти Фишечки Делаем Идалон Чиков Формируем Ой Какой Там Файт Там Вд Просто Бкб Стоит Кастует И Просто Убивает Всех Ребят Мне Нужен Акторин Мне Нужен Акторин И Тогда Я Пойду Файтер Тоже Вместе С Командой И Нужно Будет Брать Какие Товарды Или Гем Чтобы Душить По Страшному Сейчас Уже Будет Продавать Батлы Гу Нам Уже Не Нужна Не Знаю Что Батлы Га Это Батл Я Так Называю Иногда Называю Так Акторин Есть Сейчас Возможно Будем Прыгать На Мид Давайте Сейчас Продадим Батл Да Сейчас Они Идут На Центр Все Ребят Можно Такой Сейчас Эпик В Дота Момент Сделать Ребята Вон Они Стоят Но Они К сожалению Разошлись В Разные Стороны И Стоят Не Вместе И Это Хорошо И Это Хорошо Ребята Нужно Тут Подлавливать На Сам Деле Подлавливать Но Видимо Тут Не Подлавить Потому Что Стоят Все Разделенно Тут Либо Двоих Я Ага Вот Этого Пацана Можно Не Отпускать В Принципе Гастуем Кидаем Мидас Успеваем Кинуть Мидас Хорошо Сбираем В принципе И никаких Проблем Нам Это Не Состоило Берем Пачку Сентрей Есть У нас Все Ребят Все Есть Все Чтобы Красиво Показывать Игру Го Браться Вд Я Буду Накрывать У Него Тоже Блэк Бар Есть Поэтому Вд Она будет В приоритете Накрыть Так что Ребят Будем Сейчас Просто Драться Нужно На Вд Скорее Сливать Уль Потому Что Вич Доктор Очень Сильно Досаждает Драть Как Видели Там Трипл Кил Вд Делать Но Вд Сейчас На Прикольный Персонаж Тем Что У него Вот Такая Приколюха Ультимейт Поставил И Кайфуешь Просто Хаус Дэмэдж Залетает Все Сдавать То есть У нас Уже В принципе Они Еще У нас Живут И Они У нас Уже Почти Откадешились Мы Можем Две Пачки Спаунить Идалонов С Акторином То есть Это То Что Я хотел Ребят Вам Показать В Этих Играх Так Там Начинается Какой-то Файт На самом деле Вот У нас Смотрите Там Вд Опять Просто Разносит Разносит Вд Вот Смотрите Сколько У нас Идалонов Это Еще Они Даже Не Рез Надеюсь Еще Одни Так Поставим Тут Вард Надеюсь Тут Будет Энеми Вард Нет Тут Энеми Варда Ставим Тут Обсервик Надо Вот Так Сделать Конверсию С Нашего Ребят Вот Этого Пацана Надо Г Г Иду Есть Мека Есть Пол Даггера Так Но Брат Рум Не Желает Не Желает Файт Снайпер Там Тоже Ультанул Бар Сдох Есть У меня Сентри Кто-то Нанизу Так Ребят На самом Деле Го Вот Этого Пацана Ой БКБ У нас Там Нажимается Но будем С руки Убивать Даже Если Он Сейчас Рипнет С руки Убиваем Просто Ребят Нужны Травела Мне Все Нужны Будут Травела Потому что Смотрите Нам Ломают Мидлейн У меня Нету Ничего Абсолютно Мы Понизу Пустим Наших Далончиков Возьмем Вот эту Монетку И Го Файт Г Зайдем Зайдем Со спины Ребятки Иду Иду Это Смертс Ну и Найс И застилили Как обычно Это Сларки Может Сларки Так Ребят Мы делаем Травела Наверное Потому что Жаль Что у нас Есть Грифсы Типа Это Командный Артефакт Но Нам Нужны Травела Нам Нужны Будет ТП Поэтому Грифсы Скорее Всего В дальнейшем Мы будем Продавать К сожалению Будем Расставаться С Грифсами И это Плохо Это Плохо Вот Он Наш Лиф Пришел Отличненько Понимающий Так Сказать Есть У нас Так Ну и Там Лотар Да Ребят Лотар К сожалению Нам Придется Скорее Все Продавать Сейчас Медас В принципе Мы можем Его уже Продать Но Давайте Мы Немного Повременим Поднофармим Хотя бы 3000 Голды И Будем Его тогда Продавать Будем Продавать Тогда Когда Поднакопим Чуть Чуть Побольше Чуть Чуть Побольше Опа Вд 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 Отрывается У нас тут Ну буду Отхиливаться От Крипов У нас тут Еще и Зомби Подходит Так Ребят Ну надо Надо Вот так Сделать Зомби У нас тут Умрет Сейчас Хорошо Томба Томба Ну не могу На Томба Направить Я Если честно Страдаю Нехваткой Микроконтроля Видите У нас Фулл хп Еще Октарин Очень сильно Нам помогает У нас Уже Фулл хп Ребят Мы буду прыгать Сейчас Накрывать Просто Гоу Жаль Что нету Детекшена У нас Никакого Захиливаем Ребят Потому что У нас 28 секунд Кодешатся Грифсы Сейчас Немного Нубски У меня Затар Потому что Два Сапога Типа Скажут Рак Дно Нуб Но Один из Предметов Мне просто Не обходил Жизнь Так Запускаем Своих идолов Сюда Конвертируем Успеваю Конвертацию Сделать Сларка 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 Ребят Так Ну Буду сейчас Врываться Буду Или не буду Пока не вижу Никого Вд тоже Не подставляется Старается Потому что Понимаете Если я его Накрываю Это заход на раму Это заход на раму Как говорится Это жоп Это жопа Жалко Что вижу Нету Так Ну пуш Кидает Хук У нас Промах К сожалению Вылетает У него Мисс 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 Так Ну Будем просить Чтобы идолы У нас Запушили Так Ну видишь Что я подхожу И отходит Сразу Мгновенно Ребят Выцепляю Но абсолютно Бестолково Походу Да Зацепил Да И буду тут Скорее всего Отлетать Буду отлетать Нет Отхожу 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 Ребят Отхожу Да Так Ну вытягивает Он у нас Вичдоктора Гоу 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 Ой 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 Так Ребят Отойти Надо Отойти Надо Конвертация Ребят Пол БКБ Есть Роза Почти Тоже Есть Роза Почти Есть Не будем Ити Наверное Дальше Драка Каких-то Вичдокторов Смотрите Как он Хилится Просто Просто Хилится И все Пушка Ты Хукает Все Хукает Все По кайфу Ребят Но на самом деле Надо уходить Надо уходить Потому что Опасно Там еще Сларк Никак Детекшен У нас Никакого нет У нас 2000 Голды Будем Пытаться Заходить Чуть Позже На самом деле Заходить ВС Бро Тут Скорее Всего Надо уходить Просто Тупо Нагло Ух ты Начинает Грызть Грызть Меня Попадает Хуком Но я Очень Сильно Отхиливаюсь От Розы Все Пуш Начинает Кушать Тут Уже Смерть Хорошо Так Ребят Но Пол Блэкхола Есть Пол Блэкхола Есть Ребят Все Лотар Зашел Неуязвимость Лотар Равно Неуязвимость Ребят Будем Продавать Медас Брать Скорее Сего Пачку Вардов И Гем Пачку Вардов И Гем Детекшн Нужен Очень Сильно Детекшн Вот Это Минус Когда Играешь Можно Сказать Один Я Б Взял Себе Сейчас Огоним Если Если Не Вот Эти Проблемы С детекшном Которые У нас Имеются Пойдет Лидер Дальше 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 Не идет Так Отправляем Погнали По ботам У нас Все Хорошо Я бы Пошел Мид Ребят Гоус Ларка Нету Есть Блэкхол 4 секунды Можно Подловить В принципе Кого Нибудь Если Получится Вич Доктор Вич Доктор Опа Отлично И снайпера Тоже Поймал Вич Доктора Кушать Надо Доктора Кушать Надо Очень Плохо Ребят Там Бэкб Понажимали Вич Доктора Лоу ХП Но Там Надо Фиссуры Сбивать На Расстоянии Плохо Плохо Очень Плохой Замес Но Ничего Ничего Бывало И похуже На самом Деле Узаем Узаем Все Способности Просели Там Бэкб Нужен Детекшн Ребят Снайпер Тоже Умер Если Было Детекшн Снайпера Тоже Зацепил Ага Вот Так У нас Срывается Сларк Но нет У меня Грифсов Относит Его Баратру Ультимейте Розочка Очень сильно Пилит Также Очень сильно Хилит Меня И Надо Ребят Снайпер У нас Отжирается Все же Ребят Надо Продавать Мидас Уже И Покупать Какой-то Детекшн И продавать Будем Грифсы Куда Ты Куда Один из Девять Бежит Один из Дет Ребят Но Надо Продавать Грифсы Брать Аганим Опача Брать Аганим И Пытаться Душить Соло Потому что Я понимаю Что тут Походу Будет 1х9 Все же Сейчас Запушим Линию Всегда Грифсы Будем Продавать Ребят Время Грифсов Закончилось Скоро Нет Нет Плохо Будем Брать Детекшн Возьмем Аганим И Детекшн И Все Мы В принципе Должны Будем Выиграть Локверк Нам Правда Сбивает Ультимейт Сюда Делаем ТП Вышли На меня Вечдоктор Тоже Делает Детекшн Будем Розы Будем Запиливать Вот так Череши Сделаем Хорошо Вязаем Накату Возможно Даже Придется Делать Некров Только Вместо Чего Пока Непонятно Понятия По Дальнейшей Игре Не знаю Не вижу Понятия По Дальнейшей Игрей 5000 На кармане Вебмани Играйте Выиграем Сейчас Еще раз Мидасе Крайне Раскинем И Будем Уже Но Тут Будем Делать ТП Просто Все Хорошо Идем На базу Продаем Мидас И Затариваем Аганим Можно Го Хотя Можно Го Ребят Можно Го Продаем Памг Есть У нас Теперь Аганим И Detection Аганим И Detection Это Хорошо Блин Там 4 Пкб Ребят Аганим Нужно Срочно Аганим На топ ТП Делать Делаем ТП Настоящий ВД Настоящий ВД Настоящий ВД Ну Так вот Сделаем Будет профитно Думаю Да Найс Ес Прыгает Хорошо Молодец Хорошо Забираем Продолжаем Продолжаем Ребят Продолжаем Го 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 Дай Гр КД От КД У меня Есть Тектарин Я Очень Быстро Это Все Дело Ой Ой Там Жаль Жаль Что Я Забиваю Слот Гемом Ребят Это Очень Плохо Это Очень Плохо Ультра Плохо Сколько Там Секунд 47 Секунд До Вич Доктора Но Я Успею Подпушить Успею Подпушить Глоквер Мне Не Страшно У меня Есть Блэк Кинг Бар 32 Секунды 16 Секунд Пушьте 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 Давайте Давайте Я Тут Низ Под Пуши Немного Снайпер Снайпера Надо Бояться На самом Деле Потому Что Если С Клоквер То Это Будет Очень Неприятно Уф Сюда Сильно То Что У нас Нету Коров Ребят На самом деле Тут Голый Тауэр Но Снесем Идолы Снесут Я буду Уходить Уже Так Сделаем Уходим Идолы Сносят Там Снова Будут Ласхидить Ребят Очень Зависит От Моего Ультимейта Тут На самом Деле Ситуация Баратрум Просто Ливнул Безхарактерный Челик Затянута Игра Походу 70 минут Гейминг Будет На самом Деле Тема Интересна Мои Гайды Всегда Какие Нибудь Такие Фишечные Пушечные Интересные Кто У нас Там Рошена Хочет Забрать У нас ЕС По идее Еще Есть Ребят ЕС Это Очень Хорошо ЕС Может Также В Дэмэдж Выходить Ребят У меня Есть Такая Комбинация В принципе Если Клокер У меня Влетает В наглую Я могу Нажать БКБ И уйти Стопа Аута В принципе Не Вообще Без Б Запушен Тавер Ах Не успеваю Так Вот Делаем Так Вот Пушаем Низ Сплит Пушен Так Сказать Все Погнали На Мид Там Го Иду Жалко Жалко Что Идолоны Умерли Так Цепляют У нас От Снайпера Нужен Detection Нужен Detection Успеваю Я на Detection Возможно Еще Сларк Тут Будет Сейчас Возможно Сларка Примет Сларк Не палец Го Го Мид 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 Все Знаете Сейчас Я зацеплю Это Будет ГГ Это ГГ Будет ГГ Шка Потом бы Разбить Как-то Потом бы Разбить Опа Герой Войны Вот так Накрывает Просто Божественный Блэкхолл Вы просто Посмотрите На этот Блэкхолл Просто Накрывает Энигма Дает Минус 5 Должна Минус 5 Давать Просто Должна Энигма Давать Минус 5 Просто Посмотрите Какой Дэмэдж Все Это Выигранная Драка Нету Байбэков Это Минус Мид Просто посмотрите Как эта Энигма просто сейчас зарешала Вы просто посмотрите Ох, божечки Божечки, да Это классно, ребят Такие файты, это классно Не сможем смело Смело, низ, ребят Так, идолоны, пожалуйста, помогите мне Немножко попушить, я не хочу Поседать по хитпоинтам Делаем еще одну конверсию Мультбиржа Энигма Спасибо, братишка Братишка Отличная игра И на топ тавер надо делать ТП сейчас Так, успеваю делать ТП Немного порекламили себя Можно сделать, ребят, рефреш Если вдруг Подрались Сделал ТП на базу Завязал рефреш обратно Притпшился И опять кастанул ультимейт Можно сделать такую комбинацию Так, ну жалко, что снайпер лагает Потому что нужно заканчивать Можно заканчивать игру Игра очень сочная На самом деле, ребят Красивые блэкхоллы Просто Муа Просто прекрасно Ну снайпер залагал Ребята, блэкхолл-то был в четверых Сейчас, по-моему На рампе вы видели, да? Или в пятерых Зомби тоже туда попал? Ну просто это имба Если вы пловите И считайте розочку еще поставили Там, ну там роза уже стояла Плюс огонь Плюс ультимейт Вы видели, сколько там дэмэджа? Дэмэджи там просто неистовое количество Так, ну будем кикать эту Эту Хотел сказать Трэш Знаете, как трэш переводится, да? То есть, ну Не будем Не будем оскорблять игроков Потому что мы Все, они нормальные ребята В принципе, старались Но снайпер там что-то писал Бара ливнул Он пишет, типа Формор Типа еще Еще четыре ливнити Типа И типа Изи Типа Ну за За такие фишки Как говорится А здесь наказывает А здесь наказывает За такое Так, ребят Покупаем Так, как и хотел я Делаем Делаем Рефрешку Можно будет Даже если что Типа Юзаем ББ Юзаем Рефреш Возвращаемся Снова Блэкхол То есть Но это будет стоить Нам одной жизни Одного лайфа Так сказать Но Зато будет эффектно Красиво Интересно Для подписчиков Как говорится Смотрите Какой у нас еще Реген с розой идет У нас Акторин Акторин у нас Регенит Роза дамажит Акторин Регенит Как бы Биопоязекатка А, кстати Еще гема у нас не будет Это очень плохо Так, ну Рефреш мы подготавливаем У нас Рефреш лежит Готовится Розочка у нас есть Хочу петь Как розочка Опа 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 Цепляет Но я не буду туда прыгать Зомби 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 Убивает у нас Пуш соляру Просто там Молодец Посмотрите Просто Пуджа Кирасу Там Боже 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 Аж больно Глазам Мне встало На этот Пуджа Посмотрел И понял Смысл жизни Смысл жизни Это Шестислотовый Пуш Так Ну Смарк Что-то Если честно Переоценивает Свои силы Потому что Вот у нас Есть еще Вот такая Энигма Которая Может Вот так Вот сделать По сути Да Холи Щит Давайте Сделаем Тп Надеюсь Не собьют Ввязаем Вот это Вкладываем Делаем Тп Обратно Все Готово Вич доктор Нажал ББ Ребят Но сейчас Мы этого Вич доктора Накажем Сейчас Сейчас Астока Только 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 Кто еще Живой Там Он-то Не знает Что у нас Из Блэкхол Снайпер У нас Якобы Живой Но Сейчас Мы Будем Наказывать Этого Снайпера Ливерного Ливерный Снайпер Как говорится Хорошо И Клок Врецк У нас Еще тут Живой Ребят Но Это КГ Даже Блэкхол Не Езал Хотя Можно Завязать Сейчас Го Вот Сюда Ого Клок У нас Рывается Там Вот так Вот Давайте Сделаем Ну Типа Напоследок И Нажимаем Энигмы Наших Идолончиков Чтобы Били Ребят Вот такой Вот Гайдик У нас Получился На Энигму Чекайте Учитесь Смотрите Держите Позиционку Чтобы Ловить Качественно Ловить Качественно Под Под Хороший Заход Как Видели На Миде Вот Здесь Вот У нас Зарешал Этот Файт Мы Зашли На Рампу Было Изи Ребят В общем Кому Гайд Понравился Обязательно Подписывайтесь Чтобы Помотивировать На То Чтобы Писались Вот Такие Красивые Игры Ребят У меня В принципе Все С вами Был Ази До Скорого Ребятки